Добрый день, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Вторым важным шагом в вашей новой жизни – это, конечно, разговор с вашим Богом-Отцом. Сейчас я расскажу в всего очень упрощенной форме, как сделать первые шаги в молитве. Дальше вы научите сами говорить с Богом. Начнем, друзья мои. Вообще есть три вида молитвы, о которых я хочу сегодня рассказать. Первая – это молитва «Отче наш». Вторая – это молитва за нужды. И третья – когда молится за нас Святой Дух. Ну, начнем. Молитва «Отче наш». Друзья мои, вообще это молитва, которая научит… То есть мы не сами ее придумали. То есть это общая молитва, которой научил своих учеников сам Иисус Христос, Бог наш. Это молитва, которая охватывает все нужды, практически все нужды каждого дня. Я лично встречаю каждый день этой молитвой. Только проснулся, знаете, вот только проснулся, чувствую, что уже мысли, начал думать. И сразу говорю эту молитву. И я встречаю каждый день со встречи с Отцом. То есть я всегда говорю эту молитву. Как только проснулся, первые мысли, и я сразу эти мысли направляю на молитву. И еще эта молитва хороша тем, что когда у нас есть время, можно размышлять над любой строчкой этой молитвы в течение дня. Вот я лично беру просто строку и применяю ей к своей жизни. Если я сделаю что-то неправильно, значит нужно изменить и меняю. И стараюсь изменить все свои дела, то есть в соответствии тому, чему я молюсь. И, конечно, вижу, что Бог Одес делает по этой молитве. То есть вижу себя и Отца практически в каждой строке. И вот. Эту молитву сам Иисус Христос учил своих учеников в Евангелии от Матфея, 6 глава, 7 по 14 стих. И он сказал так. «Омолясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословия своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения в Него». Давайте, друзья мои, сейчас произнесем вместе эту молитву. То есть, я буду молиться, я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Я советую вообще эту запись поставить в избранные. Вы всегда можете вернуться к ней и молиться вместе со мной, пока вы не выучите и не научитесь ее сами произносить. Она вообще написана в Евангелии от Матфея, 6 глава, 7 по 14 стих. Эта молитва покрывает практически все ваши нужды на сегодняшний день. И я обычно молюсь этой молитвой один раз в день и знаю, что Бог Отец знает меня и все мои нужды. Вторая молитва – это о нуждах ваших, наших, которые именно вот сегодня. Здесь вы просто расскажите Богу Отцу, что вас сейчас сильно тревожит и с чем вы не можете справиться. Я сам ее не придумал, друзья. Я просто слушал одного проповедника, и он молился так. Мне понравилось, и я взял ее в свою жизнь. Этой молитвой я встречаю практически все проблемы, которые ко мне приходят. Я ее, знаете, я попробовал ее один раз, второй раз. А потом вижу, что Бог после этой молитвы иначе все происходит. И так научился, что все, что любые известия, все, что приходит в мою жизнь в течение дня, я встречаю сразу этой молитвой. То есть я не решаю сам свои проблемы. Я все проблемы сразу отдаю Богу. То есть я встречаю. Я все встречаю и не решаю своими силами, но сразу все отдаю Богу Отцу Иисусу Христу. И главное, очень, очень главное, смотрите, что будет происходить в этой ситуации, которую вы сказали Богу. Бог говорит с нами не только словами, но и через обстоятельства. Помолились, отдали Богу, и смотрим, что произошло, друзья. А после, конечно, друзья мои, не забудьте сказать Богу спасибо. Поблагодарите Его. Это очень важно, друзья мои. Ведь Бог заботится о нас, Бог любит. Вы просто сами представьте, когда вы сделали что-то сыну своему, вам хочется получить приятное, когда Он говорит «Спасибо тебе, мама», «Спасибо тебе, папа». Вот так же и Он. Он хочет слышать. И, конечно, хочет слышать, что мы признаем Его как Бога. Этой молитвой можно молиться много раз в день. В каждой ситуации, которая приходит, как и я это делаю. Но давайте теперь помолимся вместе. Я буду говорить, а вы повторяйте за мной. Господь мой, Иисус Христос, моя жизнь пришла. И сейчас расскажите свою ситуацию, которая пришла в вашу жизнь. Я не знаю, как с ней справиться. Я не могу сам ничего сделать. Но ты живешь во мне. Ты моя жизнь, святость и праведность. Теперь не я живу, а ты живешь во мне. Я все отдаю в твои руки. Аминь. Этой молитвой встречайте все, что приходит в вашу жизнь. Конечно, мы можем оказаться в разных местах. Молиться можно и шепотом. А если никого нет, можно и вслух. Главное, чтобы вы слышали себя. И хочу сказать, есть разные ситуации в жизни. Мы бываем в разных местах. Лучше молиться вслух. Конечно, обычным голосом. Или шепотом. Но чтобы вы слышали. Чтобы вы слышали сами себя. Но можно и про себя в мыслях. Это крайний случай. Знаете, друзья, что Бог слышит каждую молитву. Где и как сказать, смотрите сами. Друзья мои, Бог не только слышит вас, но и видит. Ведь теперь, когда вы к Нему пришли с молитвой покаяния, с покаянием. И Он наполнил вас Духом Святым. Он знает лично вас. И называет вас своим сыном, дочерью. И Он внимательно следит за вами. Он видит каждый миг, каждый момент вашей жизни. Теперь третья молитва, друзья мои. Молитва от Души, Духом Святым, который теперь живет в нас, в вас, в нас и внутри вас. Эта молитва построена на том, что делает Дух Божий, Дух Святой внутри вас. В послании апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 26 по 28 стих, так описывается то, что делает нас Святой Дух. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, как нужно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. И при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это послание к римлянам, 8 глава, стих 26 по 28. Это Дух Святой. Он находится внутри нас, внутри вас. Он знает, что происходит с нашим Духом и Душой. Он знает то, что даже наш разум не воспринимает. И говорит напрямую Богу Отцу о наших нуждах. Эта молитва называется молитва Духом. Или молитва на иных языках. Этой молитве я у вас учить не буду. Чтобы получить, научиться этой молитве, вам необходимо прийти в общение верующих, в церковь. И чтобы за вас помолились служители с возложением рук. То есть передали вам эту способность молиться через руки, возлагая на вас. Этот дар называется Дар иных языков. Если более точно, эта молитва одна из граней в этом даре. Это было и учеников апостолов. Почитайте книгу Деяния, 2 глава. Это день Пятидесятницы, мы его все хорошо знаем. Так что я это не выдумал. Это все написано в Библии. И самое главное, что это есть в настоящее время. Ну конечно, и я имею этот дар иных языков. За меня также молились с возложением рук. Но знаете, я даже помню этот день. Это было... Вот сейчас вот я молюсь. Сейчас я пишу эту запись. Это было 23 года назад. На молитвенной группе. Я даже помню, в каком помещении были. И что. Я помню это желание. Как люди и братья рядом молились. И я говорю, и я хочу так молиться. И они возложили руки на меня. Начали молиться. И я начал первые шаги делать в этой молитве. До сих пор, представляете, уже больше 23 лет. Но эта картина до сих пор жива в моей памяти. Но этой молитвой вы научитесь позже. Если захотите, конечно, по желанию. Ну, а на сегодня я вам показал, как сделать первые шаги в молитве. И немного рассказал о том, что можно получить только в общении святых в его церкви. Первые две молитвы применяйте каждый день. Если у вас нет возможности посещать церковь. Советую. Поставьте эту запись себе в избранные. И молите со мной каждый день. Пока не запомните и сами не сможете говорить с Богом Отцом, Иисусом Христом, Духом Святым. Друзья мои. Но это будет позже. Ну, хочу сказать. Особенно. Друзья, это будет обязательно. Вы научитесь общаться, общаться с Богом Отцом, Иисусом Христом. Это нормальное построение взаимоотношений с Богом. Ну, а на сегодня все. Послушайте следующую запись о чтении Слова Божьего. То есть обновлении нашего взгляда, мыслей в вашей новой жизни. Аминь. Продолжение следует. Продолжение следует...